Фонд социального страхования и Союз пенсионеров заключили соглашение, в рамках которого теперь будут строить свою работу. Союз пенсионеров стал третьей стороной в документе. Ранее подобные соглашения были подписаны с региональными отделениями общества инвалидов и общества слепых. Подробности далее. С подписанием соглашения региональное отделение Союза пенсионеров России стало третьим партнером Фонда социального страхования. И по мнению сторон, благодаря такому сотрудничеству работа фонда станет еще продуктивнее. а для непосредственных получателей социальных услуг информативнее и доступнее. Это соглашение наше даёт вам возможность, мне и всем вам, и вам тоже, более открытость в выдаче путёвок. Мы с ЗАМИ знаем, что сколько бродит всяких разговоров, что вот каждый год один ездит, другой не может попасть, что путёвок мало, куда не деваются, а вот гласность и справедливость всё расставит на свои места. Мы сможем обмениваться информацией, мы сможем, соглашение нам поможет улучшить какие-то результаты работы, выслушать пожелания данных граждан, так как в основном это люди те, которые подпадают под нашу категорию, кому мы оказываем государственные услуги. Кроме того, специалисты фонда считались предсобравшимися о своей работе за 2018 год, рассказали о планах на 2019-й. Основное направление деятельности фонда – обеспечение инвалидов техническими средствами, реабилитация – организация для определённых категорий граждан санаторно-курортного лечения. Очень непростой вопрос – это санаторно-курортное лечение. Учитывая, что санаторно-курортное лечение – это федеральные средства, сумма их недостаточно высока, как бы хотели наши жители. Поэтому здесь мы постараемся сориентироваться так, чтобы отправить граждан в санаторий, может быть, в который им удобно съездить, заключить государственные контракты. То есть в те места, в те области, где более доступен проезд и где лечение наиболее лучше. Ну и по техническим средствам реабилитации – это, конечно, качество технических средств реабилитации. Здесь, конечно, не всё зависит от нас. Здесь мы проводим конкурсные процедуры. Встреча впервые проходит в таком формате, но в фонде социального страхования уверены, такая совместная работа имеет положительные результаты. В планах проводить подобные собрания два раза в год, чтобы специалисты фонда имели возможность отчитаться о промежуточных результатах деятельности. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, Телеканал Север.